МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу местное самоуправление. С вами я, Наталья Мальчикова. Уже три месяца Чебоксарское городское собрание работает в новом составе. У всех комиссий есть план действий. Многие проблемы подсказывают сами чебоксарцы. В осенне-зимний сезон все мы становимся постоянными посетителями аптек. В этом году по понятным причинам поводов стало больше. На повышенный спрос фармацевтический рынок отреагировал не только ростом цен, но и перебоями в поставках. Активисты народного контроля проверили наличие в столичных аптеках жизненно важных лекарств. Днем с огнем не сыщешь, так отзывается о ситуации чебоксарец Алексей Алексеевич. В поисках нужных лекарств он после лечения в стационаре обошел несколько аптечных пунктов, но так и не нашел, не говоря уж о ценах. Перебои в поставках единодушно отмечают и другие посетители аптек. Внучке надо было сейчас, и поэтому. Лишь лежащая третья аптека. Вот у меня две маленькие внучки, витамин D3, их продажа исчез полностью. Его искали, ездим везде, всюду. Понадобились для инъекции витамины B6. Обзвонила несколько аптек и нашла только в северо-западном районе. Лекарства, конечно, дорогие. Хожу вечно, ищу где бы только подешевле. Пусть несчастный рубль, но все-таки дешевле. Такие жалобы и стали поводом для очередного рейда. Депутаты Чебоксарского городского собрания и члены народного контроля проверили три аптеки по Игерскому бульвару. Мы хотим посмотреть наличие жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Коронавир, афимовир. Но его в наличии нет, да? Лишь в одной из трех проверенных аптек оказался полный список лекарств. В их числе и дефицитный ариплевир. Но, увы, цена на лекарства против вирусной инфекции явно завышена. Хотя спрос рождает предложение и законы рынка никто не отменял. Но все же речь идет о здоровье людей. К нам жители нашего города обращаются, говорят, обратилась в эту аптеку, там цены очень дорогие. И действительно, мы составили перечень, и цены у нас между аптеками очень разнятся. Конечно же, мы это тоже должны привести как-то в определенный алгоритм, чтобы цены были более-менее, не превышали процентные надбавки, которые должны быть какой-то критической и для нашего горожанина завышенной. Вот этим тоже мы здесь отреагируем. Те аптеки, которые действительно, значит, есть большие грубейшие нарушения, не только в рамках этого распоряжения, а в целом, мы, наверное, будем готовить письмо в адрес Министерства здравоохранения и Росздравнадзор для того, чтобы они приняли по тем или иным аптекам соответствующие меры. Кроме того, в ходе рейда депутаты и представители народного контроля посмотрели, есть ли в аптеках информационный материал о соблюдении масочного режима, разметки для соблюдения социальной дистанции, средства для дезинфекции рук, маски и перчатки. Результаты проверки активиста доведут до сведений Минздрава Чувашии. Схема движения троллейбусов по столичным маршрутам вновь претерпит изменения. Об этом просили горожане. Чебоксары развиваются, появляются новые микрорайоны. Их жители тоже вправе рассчитывать на нормальное транспортное сообщение. Итоги голосования на портале «Открытый город» озвучили на брифинге. Свой голос уже оставили более 21 тысячи пользователей. 20 и 14 продлить, 5 и 11 объединить. И это только начало. Планируется изменить сразу семь маршрутов. К примеру, маршрут 20-го троллейбуса в сторону юго-западного района хотят продлить до завода имени Чапаева. А в новый город его пустят против часовой стрелки. За это предложение жители отдали более 62% голосов. Прояснился, наконец, вопрос и с транспортным сообщением в новых микрорайонах. Таких, как Ясная Поляна и Солнечный. Очень многие избиратели обращались в Солнечный бульвар, что они там уже район-то растет, а по Ленску, Комсомолу у них садики, школы, дети ходят. А тут транспорт не едет. Не у всех свои личные транспорты. Поэтому очень многие просят. Татьяна Гаврилова уверена, измененные схемы движения существенно облегчат жизнь новоселов. Я живу в Ясной Поляне. Мы очень хотели доступность транспортную по улице Ленинского Комсомола, потому что у нас там находятся садики, школы и в первую очередь там коррекционный сад для детей-инвалидов, которые не ходят, плохо разговаривают. Но, естественно, тем, кто не ходит, им очень тяжело добираться. Такси каждый день не вызовешь. Мы попросили новый маршрут. И к нашей радости нам предоставят сейчас, после Нового года, 14-й троллейбус. Как оказалось, это очень востребованный маршрут. По результатам голосования предложение поддержали почти 70% участников. Строить контактную сеть администрация пока не планирует. Выход есть. На маршрут поставят троллейбуса с удлиненным автономным ходом. Горожане поддержали изменение двух схем троллейбусных маршрутов. Это 14-й и 20-й. Поэтому изменения вступят по 20-му с момента внесения соответствующих изменений в документ планирования регулярных перевозок. Надеемся, что с Нового года уже троллейбусный маршрут номер 20 будет продлен до Чапаевского поселка. Что касается 14-го троллейбусного маршрута, здесь необходимо получить троллейбус с удлиненным автономным ходом. Республика ожидает 68 троллейбусов, в том числе 16 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Масштабные изменения предстоят также в схеме движения троллейбуса номер 11. Его предлагают объединить с пятым. Новый маршрут ляжет от завода имени Чапаева до промтрактора, но из него исключат проспект Ленина от улицы Гагарина до железнодорожного вокзала. Протяженность маршрута составит почти 40 километров. На маршруте будут курсировать 12 троллейбусов, а это значит, пассажирам долго ждать на остановках его не придется. Обсуждался еще один вопрос – исключить улицу Мичевна-Палова и схемы движения третьего троллейбуса. В итоге с университетской он должен был бы выезжать на проспект Максима Горького, а оттуда на Московский проспект. Впрочем, эту инициативу горожане не поддержали. Скорее всего, схема останется прежней. Что же касается объединения троллейбусных маршрутов 5 с 11 и 6 с 8, это решение будет дорабатываться с учетом мнения специалистов. И если решение будет принято, то указанные маршруты начнут работать уже с начала нового года. Еще одна инициатива депутатов – установка в домах и квартирах ветеранов пожарных извещателей. Они издают специальный сигнал в случае возгорания. Это позволит предупредить пожар. Поводом для такой акции стала печальная статистика. В огне гибнет немало пожилых людей. Автономный пожарный извещатель ежегодно спасает сотни жизней. Появился такой и у Раисы Федоровой. Беспокойство ее понятно. Один из домочадцев курит, дети маленькие. Все это увеличивает риски. Я опекун детей. Мне вот бесплатно поставили. Конечно, это очень хорошо. Большое спасибо. Ну, я сама в садике работала. Я знаю, как это. Ну, как там ставят и в больницах, и бедала везде. Бывает, конечно, у многих, у всех это бывает. Бывает, и чайник забываешь. Потом только чувствуешь, что запах газа пошло-то. А ночью-то и не учуешь, будешь спать. А тут уже знаешь, что тебя разбудит. Принцип работы прибора прост. Техническое средство устанавливается на потолке. И при появлении дыма сразу же реагирует на него и подает сигнал. Его услышит, пожалуй, каждый. Произошел сигнал. Если задымление небольшое, проверяем, можем ли мы своими силами справиться с пожаром, обесточить. Самое главное – обесточить помещение, попробовать потушить. Если не получилось, надо, главное, всех дома разбудить, поднять и вывести в коридор. И вызвать пожарных, соответственно. По поручению главы администрации города Чебоксара в зимнее время работа по пожарной безопасности усилена. В первую очередь, извещатели устанавливают с определенным категорием граждан. Эти списки формируются администрациями районов города, также Заворского территориального управления города Чебоксара, который находится за Волгой. Списки, соответственно, категории людей, которые входят – это, значит, малоимущие, находящиеся в трудной жизни ситуации, многодетные, престарелые, блокадники, ветераны Великой Отечественной войны. Это все происходит через администрацию районов города, в социальный отдел надо обращаться, в администрацию города, и в этом социальном отделе сформируются списки. Только за этот год автономные пожарные извещатели установлены с шести десятков домов и квартир. На выделенной администрации города средства были установлены извещатели на бесплатной основе. В ходе установки извещателей в целях обучения правилам пожаробезопасности проводится разъединительная беседа, о соблюдении мер пожаробезопасности в жилье, и выдаются памятки по пожаробезопасности. Работа продолжается. В город администрации сейчас формируются заявки. Между тем специалисты предупреждают чубаксарах по квартирам, продолжают ходить якобы представители сотрудники пожарной службы и предлагают проверить противопожарное состояние квартир. Некоторые продают приборы стоимостью от 500 рублей до 5000. Это мошенники. Будьте бдительны и не пускайте самозванцев на порог. Печальная новость. Столица простилась с бывшим городоначальником Анатолием Игумновым. Он руководил столицей с 1995 по 2002 годы. Такие люди, как комета Галея, появляются редко, а остаются в памяти навсегда. Анатолий Игумнов собрал команду, в которой все были кометами разной степени яркости. Поэтому город смог пережить очень сложный период. В начале его работы в Чубаксарах были огромные долги по зарплате и детским пособиям. Людям нечем было платить за квартиру и не на что покупать еду. Администрации Чубаксар приходилось выстраивать сложные многоступенчатые схемы, чтобы обеспечить людям возможность более-менее нормально жить. При этом даже в те трудные годы ни один проект не был сорван. Имя Игумнова всегда будет ассоциироваться с дорогой к храму. Масштабная реконструкция была проведена в короткие сроки, и бывшее болото превратилось в предмет нашей гордости. Интересно у меня получается в этой плане в судьбе. Две диаметрально противоположные концепции. Разрушающие уметь красиво, мощно, сильно в короткие сроки разрушить. И в то же время, опять же, вторая концепция. В короткие сроки с высокой эффективностью построить и создать. Кроме залива в те годы вернули к жизни стадион «Спартак». Построили развязку на Гражданской, начали развивать заволжье. Все это при личном участии и под неусыпным контролем мэра. Он мог устроить рейд по ночному городу, а в 7 утра раздать поручения, которые надлежало выполнить немедленно. И все знали, Сыгумновым шутки плохи. Он был скуп на эмоции. Не фотографировался с детишками, не переводил старушек через дорогу. Но именно они всегда чувствовали его участие и заботу. Детский медицинский центр, обновленный парк Николаева, Центр социальной помощи. Все это появилось во многом благодаря Анатолию Александровичу. Его любили жители, ценили коллеги, уважали журналисты. Он всегда был предельно честен и не старался произвести впечатление. Но разве что всего раз, когда пролетел над Чебоксарами в команде русских витязей. Этот полет всем запомнился надолго. Ведь и сегодня немного есть в России городов, чьи мэры участвовали в демонстрациях высшего пилотажа. А Наш Игумнов участвовал. И сейчас он, как настоящий летчик, опять поднялся в небо. Гражданская панихида прошла в церкви Святой Татьяны. Он, безусловно, феномен. Человек, который является книгой жизни и примером. Он был невероятно авторитетным и востребованным до конца своих дней. Результатом его неустанной работы стала победа города во всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России». Советы и общение с Анатолием Александровичем в собрании депутатов шестого созыва принесли мне много знаний и опыта для работы депутата. В последние месяцы Анатолий Александрович не раз заходил в гости. Давал напутствие, часть из которых уже взята на вооружение. В России отметили День Героев Отечества. Этот праздник – день уважения тем, для кого воинская честь, доблесть и отвага – жизненная креда. В столичном мемориальном парке Победы состоялось возложение цветов. Торжественной церемонии принял участие глава города Олег Картунов. Возложение цветов к Вечному огню – многолетняя традиция. Когда-то еще в Российской империи был учрежден военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Долгое время он считался высшей воинской наградой. Потом появились другие – Герой Советского Союза, Герой России. Эти высокие звания присваивались за особые заслуги перед Отечеством. А в 2007 году в стране появился особый день. Евгений Борисов стал Героем России во время событий в Чечне. Это поистине праздник наших предков, я считаю, в первую очередь, потому что мы сами были воспитаны на их примере. И быть героем хотелось бы, чтобы было это мирное время. Быто дома, на улице и на работе, в турге каком. Известный космонавт Николай Бударин в формате онлайн пообщался с курсантами Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Кочетова. Ребятам было интересно узнать про космос, а также какие ощущения испытывают летчики, находясь на орбите. Оторванность от своих близких друзей, от семьи, потом замкнутое пространство. И плюс работа, которую мы фактически проводим 24 часа в сутки, даже когда мы спим. И то я считаю, что работаем. Что повлияло на его решение стать космонавтом? Как шла подготовка к полету? Какие чувства он испытал, когда впервые увидел Землю из космоса? Николаю Бударину пришлось отвечать на многие вопросы. И хотя полеты в космос стали привычными, героизма меньше не стало. Ведь эти люди по-прежнему рискуют жизнями, чтобы прославить свое Отечество. Это были главные события последних дней. Вы смотрели программу «Местное самоуправление». С вами была я, Наталья Мальчикова. До свидания.